Площадь революции. Самый обыкновенный летний день в Иванове. Лавочки, клумбы, могилы. Мало кто из горожан знает, что в 14-15 веках здесь располагался погост. А на месте столбик администрации выселся крестовоздвиженский храм. На минувшей неделе Ивановская метрополия опубликовала данные о 300 погребенных здесь с 1794 по 1802 годы. Это уже вторая часть синодика крестовоздвиженского храма села Иваново. Для чего эти синодики нужны? Это не просто книги памяти. Это действительно синодик, то есть это такое, как бы книжка богослужебного назначения. Она предназначена для поминовения за богослужением. Мы молимся обо всех этих людях, потому что у Бога мертвых нет, у Бога все живы. И церковь объединяет тех, кто жил до нас, тех, кто живет сейчас. И будущие поколения, они тоже входят в тело Христово, тоже составляют с нами одно целое. Во времена наших предков церковь выполняла множество социальных функций. Все ключевые события в жизни – рождение человека, венчание и погребение – фиксировали именно священнослужители. Хоронили тоже близ храмов. В метриках есть информация о том, как звали усопшего, его происхождение, сколько ему было лет и от чего он умер. Игумен Виталий Уткин рассказывает, сейчас оцифрованы все метрические книги по Иваново-Вознесенску. С расшифровкой материала помогают простые прихожане. Мы видим по нашим синодикам, что в конце 18-го столетия люди жили достаточно долго. Там есть 100-летние кайпасные крестьяне, там очень много 70-80-летних кайпасных крестьян. Запись, например, 100 лет кайпасному крестьянам, он считался скоропостижно. Но мы с вами понимаем, что человек умер уже от старости. Хранятся синодики в Успенском кафедральном соборе. Вот первое, чье имя удалось расшифровать прихожанке Анне Мыриной. Иоанн умер в возрасте 74 лет, в 1782 году. Сейчас на счету Анны Александровны уже около 10 тысяч имен, о которых, если бы не она, никто бы так и не узнал. Вот уже несколько лет женщина внимательно всматривается в монитор компьютера, пытаясь считать с фотографии каждое слово, не перепутав ни одной буквы. Сейчас расшифровывает знаковый для России 1812 год. Умирали тогда жители села Иваново в основном от чахотки. Женщины нередко при родах. Летом очень много детей умирало. Очень много детей, потому что у нас сейчас холодильники есть, а раньше не было. И вот я так думаю, что очень много, ну там пишут, не дизентерия, а раньше писали, ну 1782 год, какая там дизентерия, понос, писали понос. Очень много умирали. Летом, зимой вот не так много, а летом очень много детей умирало. Имеют синодики не только духовный интерес. Это новый источник знаний для краеведов, историков, да и вообще для каждого, чьи предки жили на этой земле. Нередко Ане Александровне встречаются известные фамилии. Дюрингер, но его не взяла, потому что он не православный. Келин тоже не взяла, он, по-моему, протестант тоже не взяла. Грачевы, Грачевы, который вот, его дом около Белой церкви. Я не знаю, Бурылины, Гондурины, но есть какая-то связь, может быть, однофамильцы, но мало было раньше однофамильцев. Площадь революции, дворец искусств на площади Пушкина, химико-биологический факультет ИВГУ на проспекте Ленина, так называемый сад живых и мертвых на Смирново. Вот далеко не полный перечень мест, где хоронили наших предков. Священнослужители поясняют, на эти объекты они никоим образом не претендуют. Задача одна – сохранить память, раз уж не удалось сохранить памятники. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.